Стареющий Владимир Путин думает, что все продается. Ну и покупается. Он думает, что все продается, как его орки, которых он покупает за 2 миллиона рублей и отправляет в Украину на обнуление. Хотя в Курской области они обнуляются значительно дешевле, потому что им там не платят соответствующих доплат за СВО, сволочную войну. Так вот, Владимир Путин потребовал купить ему Молдову. Но что-то пошло не так. Давайте поговорим об этом. Потому что на болотах вообще-то визг, крик и требования покарать кого-то в администрации президента. А тут с администрацией президента все очень просто. Администрация президента это администрация стареющего Владимира Путина, который постоянно проигрывает на постсоветском так называемом пространстве. Хотя, еще раз, постсоветское пространство это не политологический термин, а исторический. Ну так вот, нет, это просто безумный провал. Это могло бы быть феерической победой пророссийских сил. Если бы эти пророссийские силы были. А там есть, как всегда, у нас пророссийская слабость. Я бы сказал не пророссийская слабость, а российское безумие. Они хотят бомбить, убивать и при этом требуют, чтобы их любили. Значит, кто обеспечил победу Маэссанду во втором туре? Значит, результат он налицо. Это, соответственно, 55 с хвостиком процентов. За Александра Стаяногло проголосовали менее 45 процентов. Это убедительная победа. Так вот, кто ее обеспечил? Я утверждаю, что эту победу обеспечили украинские вооруженные силы, сбройные силы Украины. Потому что, если бы не украинская армия, то они бы не играли бы в эту гримасу демократии. Именно так. А отсутствие сухопутного коридора в Молдову обеспечило этот результат. В противном случае, они отправляли бы людей сначала на автобусах, а если бы это не помогло, то, соответственно, на танках. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами и поддерживайте вооруженные силы Украины. Это единственное, что может нас спрости от этой русской смерти. Значит, Владимир Путин, он не поскупился на покупку Молдовы. Они потратили сотни миллионов долларов и евро. Значит, была развернута самая масштабная система подкопа избирателей. Мне кажется, это вообще вопрос к правоохранительным органам Молдовы. Значит, только через российский промсвязь банка избирателям было переведено как минимум 39 миллионов долларов. Ну, такая себе гречка на молдавский манер. Кроме этого, Москва совершила против Молдовы беспрецедентную информационную атаку. Значит, в течение многих месяцев они долбили молдаван различными угрозами, массовыми рассылками, угрозами убийства и кибератаки. Ну, и, конечно же, вот эта вот дешевая, почему дешевая, дебильная, но не дешевая российская пропаганда. И все это не сработало. И это прекрасно. Значит, можно долго анализировать выборы в Молдове, но факт остается фактом, что Кремль не успокоится до того момента, пока там будет сидеть, ну, как минимум, Путин. А после Путина возможны варианты. Значит, победа на выборах Майсанды, она признана и будет признана всеми. В том числе и ее конкурентам или оппонентам. Дело в том, что вот эти вот заявления российских пропагандистов, мол, это было проголосовано благодаря иностранным избирательным округам, ну, то есть, что диаспора голосовала. Так вот, хочется сказать, знаете что, эти правила, они были приняты всеми участниками. И поэтому акцент на этот аспект, он бессмыслен. Результат на табло. Путин проиграл. Вот практически откровенно. Они вмешиваются. Вот нам надо уже перестать вот это... А нам не дают, а они вмешиваются. Мы же знаем, что наши противники суки. Мы знаем, мы поэтому, мы с ними уже не просто... Ах, у них двойные стандарки. И двойные там, мы их убиваем на поле боя. Мы воюем уже с ними. Ну, хватит уже обзываться. Да, они нормально себя ведут, как суки. Выборы между Западом и Россией. Напрямую. Запад не просто не вмешивался. Он тут не вылезал. Он сидел там жопой, ушами, рогами, всем чем угодно. Да? К Фондерляйен приехала. Значит, про наши вмешательства я потом расскажу. Миша, Миша Леонтьев, можешь не рассказывать. Я это уже сделал. У вас методы всегда одни и те же. Подкуп, угрозы. Ну, в общем, туда, куда вы не можете дотянуться с помощью оружия, вы пробуете такие методы. Но это все, так сказать, не сработало. Тут вопрос важный. Отвечающий за Молдову в администрации Путина Дмитрий Козак. Это тот Козак, который перед полномасштабным вторжением в Украину ездил по ушам некоторым представителям украинской власти. Мол, войны не будет. Он по молдавскому сценарию, ну, что тут, очередной раз, показал свою неэффективность. И этот человек, он раньше отвечал за Украину, теперь за Украину он не отвечает, потому что за Украину в администрации Путина отвечает исключительно на военный блок, то есть Министерство обороны, что у него еще там в сфере компетенции, это Абхазия. Ну, я предполагаю, что рано или поздно и соответствующие какие-то подвижки будут даже там. Хотя, подчеркну, эта территория, территория Абхазии, она полностью оккупирована российской властью. Значит, после победы Санду, проевропейские силы Молдовы получили хорошую стартовую площадку перед парламентскими выборами в 2025, стоя на глумбе, если он надеется на премьерство, придется тоже договариваться с Западом, и на России придется искать очередную последнюю политическую надежду в Молдове. И тут вот, внимание, вопрос. Вот есть так называемые пророссийские силы. Вот там грузинскую мечту называют пророссийской силой, об этом мы еще тоже поговорим. Ну, они такие, какие они есть. Но вопрос в чем? Что этих российских нацистов, любые пророссийские силы, будь то Украина, будь то Грузия, Молдова, они их не устраивают. Почему? Потому что, может быть, они и пытаются играть на каких-то там пророссийских настроениях, но Кремль-то от них требует другого. Чего требует Путин? Ликвидация этих стран. А тут, как говорится, места для компромисса нет. Перейти к каким-то более внутренним вещам, вот, именно вот исходя из того, что мы... Это прямое отношение имеет к тому, о чем я хотел поговорить. Значит, начну я с близкой темы, это выборы в Молдове. Ну, значит, опять же, на тему, какие же они твари. Понимаешь, да, ну, тут просто, ну, это просто загляденье. Я бы гордился просто такой картинкой. Потому что таких выборов история, значит, ну, северной половины полушария, наверное, не знала никогда. Как вам самая формулировка от этого певца кровавого режима? Внутренние вещи, выборы в Молдове для них. Ничего себе. Теперь внимание. Этот тезис должен запомнить каждый кандидат, который пытается топить зарашу, где бы там ни было. Вы видите, они прямым текстом, никто ничего не скрывает, ставят целью своей, как это, внутренние проблемы, значит, это, как они это называют сейчас, это сепаратистские анклавы. То есть, вроде как по документам независимые и признанные государства, а на практике именно так. Ну, в общем, выборы им не понравились в Москве. Вот совсем не понравились. И, видите, тут товарищи переходят на такую, ну, практически матерную лексику. Ну, что хочется сказать. Ребята, обтекайте. Значит, сколько населения в Молдове? Три миллиона, не пол. Три, да. Полмиллиона проживают в России. В России открыли два избирательных участка. Два. Значит, за границей правильные открыли 234 участка. Значит, при этом известен, например, ну, точно один документированный эпизод, когда человек пытался проголосовать в Кишиневе, ему сказали, что он не имеет права, потому что он уже проголосовал в Лондоне. Ну, в общем, выборы сфальсифицированы и всякое такое. Значит, на чем они делают акцент? Что вот такое количество граждан Молдовы живет в России. То, что очень многие из них давно получили российское гражданство и в Молдову вообще не ездят и ничего общего с этой страной не имеют, это другой аспект. Ну, вот они обижаются. Они хотели, чтобы, внимание, выборы на территории России, выборы президента Молдовы организовывала администрация президента России. Именно так. Потому что, где был открыт участок? Ну, при посольстве Молдовы в Российской Федерации. Так всегда это работает. Когда были еще такие времена, когда были у нас дипломатические консульские представительства на территории РФ, я говорю про Украину, посольство, консульство. Четыре консульства у нас, между прочим, было. Так вот, выборы проводились только там. То есть, что такое консульство и что такое посольство? Это территория этой страны. Ну, или Молдова, или Украина, или какой-то другой. И, пожалуйста, голосуй. Но они почему-то в рамках решения внутренних задач считают, что они должны были там где-то открыть участки в какими-нибудь солкольниках, в которых я пробежал очень-очень много десятков километров в свое время. И потом, чтобы это все было учтено. Ну, так это работать не будет. Ну, это же вроде бы очевидно. Но они, нет, они недовольны. Господин Дадон, не побоюсь этого слова, говорящего, за день до выборов призвал к бойкоту голосования по Евросоюзу. И я подозреваю, что он это сделал не просто так. И куча остальных их лидеров оппозиции призывали бойкотировать абсолютно выигрышную для них ситуацию. У нас сейчас на выборах за Евросоюз значит, голосовавших меньше, по-моему, процентов на 7 или на 8, чем на выборах президента. То есть, даже при этой фальсификации эти выборы были бы формально полностью провалены. То есть, Молдова проголосовала бы против Евросоюза. Если бы предатели потенциальные и непотенциальные не призвали бы... Это пахнет дешевым договорником. Это Миша рассказывает о том, как они должны были выиграть референдум по поводу европейской интеграции Молдовы, но не выиграли или из-за Додона. А Додон, как известно, он это... выйди вон. Тут же не баллотируются и на Красную площадь его не приглашают. Но, вы видите, недовольны им. Вот еще раз. А в чем особенность? Они недовольны любыми своими ставленниками на постсоветском пространстве. И это все-таки требует детального анализа. Хотя, с другой стороны, на то он и Миша Леонтьев, чтобы все-таки осознать, что проблема в стареющем Путине и его стареющей администрации. Помним господина Воронина, который, значит, числился коммунистом. Он такой же коммунист, как я, жирафа. Понимаешь? Вот, который, значит, сорвал подписание, кстати, достаточно спорных, будем говорить, соглашений по Пренестровью по звонку из Вашингтона. Просто прямой звонок из Вашингтона. Коммунисты у нас получают приказы из Вашингтона. Там Коминтерны теперь находятся, очевидно, да? Вот, значит. Дадун, еще раз, вышеупомянутый. Но мы же, у нас же тоже здесь есть люди, которые этим занимались. Но не смогли бы они сделать это, не получив соответствующих инструкций. то есть, товарищи готовятся что-то там расторговать. Что-то за грязные намеки. Он заявляет о том, что Путина опять водили за нос, причем в своей собственной администрации. То есть, главный смысловой посыл хочется сформулировать, что по факту получается следующее. Значит, ценой невероятных усилий. Российская армия. Ну да, они захватывают по чуть-чуть, отгрызают Донбасс, берут по селу каждый день, но при этом проигрывают по стране каждый месяц. То есть, проигрывают на геополитическом, на геополитической арене. И вот Миша задается вопросом, но и многие другие тоже задаются вопросом, может быть, пора уже поменять людей, отвечающих за все эти страны в администрации президента. Но этого не получится, потому что там сидит Путин. Кстати, я вот думаю, сколько чиновники администрации президента России заработали себе лично на карман бабла на этих выборах. Ну, наверное, кто-то может купить с десяток Бентли и ездить гордо по Москве. Конечно, нужно сказать, что вот этот фактор пророссийских сил в Молдове, он очень и очень серьезный. Значит, регионы этой страны, которые граничат с Одесской областью, они вообще голосовали исключительно за русскую смерть. Но, как бы там ни было, Путин Молдову проиграл, ну, и я надеюсь, что на каком-то этапе он проиграет Россию. Но, главный аспект в чем? Вот, почему все эти пророссийские так называемые силы, они будут проигрывать и проигрывать выборы? Есть банальное объяснение. Потому, что любая страна, Молдова, Украина, Грузия, они все равно хотят жить в 21 веке. А россияне убеждают всех, что лучше 19 века с царем, боярями и крепостными других вариантов просто нет. И мы опять огромными усилиями, ведь понимаешь, в чем наша проблема была на Украине? В чем наша проблема в Грузии? В чем наша проблема в постсоветском пространстве? Что мы все время поддерживаем каких-то тварей, которые потом все сливают. Которые потом все сливают. А что, каких-то тварей? Я конкретно ни на кого пальцем не показываю. И так из года в год все становилось хуже и хуже. Путин начал войну, и это тоже не помогло. Может быть, этим... Как же их назвать? В общем, населению РФ, не народу, а населению, пора задаться другим вопросом. Почему все пытаются максимально убежать от фашистского мордора? Хотя, ответ же очевиден. Никто не хочет жить при фашистских раскладах. Так что, ребята, это не Запад виноват, что вы проиграли Молдову. Это проблема в самой России. Может быть, вы сами что-то делаете неправильно? Тут есть важный момент, что я говорю, что Путин стареет, а политические элиты во всех государствах, про которые мы сегодня говорим, они становятся моложе, они меняются. И, соответственно, запросы другие. То есть, власть в Молдове, да, в Украине и в Грузии, она объективно становится моложе просто физически. А там, где другие поколения, ну, им сложно вообще коммуницировать с этим и с Маничелом. Потому что Маничел, он уже за что топит? Традиционные ценности, ну, и исповедует наказание за любой косой взгляд на портрет старого деда. Кто-то хочет такого для себя? Это только эти, купленные на российские солдаты. Они еще почему-то там немножечко молятся на деда, но потом его тоже проклянут. И никаких перспектив в этом смысле. Получить что-нибудь, кроме очередного ничтожа. А в чем смысл-то? Почему? Эти люди это абсорбенты. Они абсорбируют пророссийские настроения, пророссийские надежды. Вот как полифипам, знаешь, который раз, чтобы убрать что-то из желудка, вот они большое количество жидкости способны быстро абсорбировать и вывести из организма. Вот они выводят из организма Молдовы пророссийские настроения. Они выведут из организма Украины пророссийские настроения. Значит, окончательную точку в Украине в части пророссийских настроений. Знаете, кто поставил? Да, этот дед ВВХ. Потому что в рамках защиты русскоязычных он физически убил какое-то колоссальное количество людей, которые говорили и могли бы продолжать говорить на русском языке. Но авиабомбы они многое поменяли. Значит, главным мотиватором быть успешным на европейском и евроатлантическом треке является Путин. Именно он. Потому что если ты не шевелишься, если ты не меняешься, то прилетят российские самолеты и убьют всех. И они, эти самолеты, они действительно никогда не спрашивают, за кого вы голосуете, за тех или за других. Им все равно. Потому что они, как это, они хотят территорию без людей. И никто это, опять же, там, на болотах не скрывает. Мы предатели, мы предатели, мы предатели. Ну, правда, предатели. Ну, слушай, наши отцы и деды воевали там. Эта земля полита нашей кровью. Нет, не предатели. Военные преступники. Ван Гую. Значит, и выборы в США, вот они вот, через несколько часов. Будет очень интересно, мы все это будем смотреть, будем стримить, будем анализировать. Так, и там тоже Путин проиграет. А знаете, почему? Да все очень просто. Вы знаете, специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Поскольку США главный инициатор и спонсор войны на Украине между Россией и Западом во власти следующего американского президента принять реальность. Мира лишь на американских условиях не будет. От Америки многое зависит. Посмотрим, после выборов точно пойдет новая динамика. Ну, значит, инициатор войны Соединенные Штаты точно внимание. Эти заявления все сделаны на одном Геббельс-канале ВГТРК Россия-1 гигантский этот ЗАИН гигантское воинское подразделение информационных войск Владимира Путина. Вот. Радиоактивный пепел говорит, что Штаты виноваты. И тут же другой его товарищ говорит немножечко другое. Кто войну-то начал? Предатели и военные преступники. Хочу напомнить многим моим коллегам, друзьям, что специальную военную операцию начали мы. Да, мы ее начали для того, чтобы завершить войну, которая была в отношении русских людей на Донбассе, для того, чтобы остановить агрессию в отношении нашей страны, которая медленно подпитывалась и осуществлялась странами Запада. Но это наша воля и наша инициатива. И мы ее остановим тогда, когда мы этого захотим, посчитаем необходимым. Главное в этом деле не разрушить до основания суджу, потому что суджа наш и по ней сейчас нон-стоп летят на российские авиационные бомбы. Вот сами они захотят. Многое зависит от Путина и надо отдать должное, что он в любой момент может прекратить войну. Но как это сделать? Я считаю, что это перечень военных и военно-технических решений. И кстати, все сфокусированы на выборах в Штатах, но караваны с оружием идут нон-стоп в нашу страну. Так что мы это тоже все преодолеем. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Молдаванам только вперед. У меня есть только одна просьба для Майо Санду. Поблагодарите во время своей инаугурационной речи Вооруженные Силы Украины. Подписки, лайки, комментарии, патреон. Ну, все как обычно. До зустречи.